Всем привет! И сегодня говорим с тобой о роутере от Apple, Apple Airport Extreme. Да, роутере от Apple. Многие уже стали забывать, а многие вообще не знали, что Apple за свою историю выпустила не одно поколение роутеров. И это всегда были очень интересные гаджеты. Были бюджетные, были подороже. Наверное, потому что Extreme был самым дорогим, его еще можно и сегодня купить. И, кстати, это будет неплохое решение. На самом деле, это достаточно хороший роутер для твоей квартиры даже сегодня, в 2022 году. Тут надо начать с истории. Дело в том, что в 2018 году Apple официально прекращает производство AirPort и, как следствие, продажу этих роутеров. Не потому, что они плохие, а потому, что добавить в них больше Apple было нечего. За это время она успела выпустить целую линейку. Были маленькие бюджетные роутеры, были роутеры подороже. Назвались они капсулы. В них был встроен накопитель от 2 до 3 терабайт, в зависимости от комплектации. И они делали в фоновом режиме резервную копию твоих гаджетов. На мой взгляд, это гениальное решение. Ну и были вот такие. AirPort Extreme. Самые мощные роутеры от Apple. Просто финансовую модель Apple этот роутер абсолютно никак не встраивается. Ну, по сути сам. Каждый год ты роутер обновлять не будешь. Не будешь обновлять его даже каждые 2 года. Ничего в сфере роутера за последние годы, прям глобального такого не случилось. И у Apple получилась проблема. Убедить тебя потратить деньги через 2 года уже не получается. Ничего прям колоссального изобрести не выходит. И поэтому они просто отказались от производства роутеров. Хотя оно было достаточно успешным. И об этом говорит даже то, что я без проблем пошел и купил этот роутер новеньким в пленочке в магазине TechnoDeus за 22,5 тысячи. Вообще, за отличную работу хочется сказать TechnoDeus спасибо. Они продолжают поддерживать наличие таких гаджетов, как AirPort. А еще у них можно найти технику топовых брендов по адекватным ценам. Например, 13 Pro Max на 256 гигабайт ты найдешь тут за 104 990. И, конечно, ты можешь заметить разницу в цене между растестом и европейским айфоном. Но тут все просто. Европейских айфонов хватает. Их цена очень жестко привязана к доллару. А вот с растестами у нас проблема. Практически дефицит. Кстати, указав при оформлении заказа промо-код романцев, ты получишь скидку 1000 рублей на AirPort или подарок к любому гаджету. При заказе смартфона это будет защитный комплект для него или чехол к наушникам при заказе AirPods. Интерес тут представляет даже коробка. Все-таки гаджет, можно сказать, уникальный. Хотя многие пишут, что сегодня он не выглядит как гаджет от Apple, но взял он свой дизайн от Apple TV. Просто получился более высоким. Большая белая коробка, на ней изображены передняя и тыльная сторона гаджета. И плюс есть указания, какие разъемы используются роутером. Приготовься к тому, что комплект здесь максимально минималистичный. Ну, потому что что может понадобиться роутеру? Думаю, здесь есть сам роутер и кабель зарядки. Но я тебя огорчу, так как аппаратов Ростес сегодня на рынке ты найти не сможешь. То здесь американский аппарат и, соответственно, американская вилка. Можно воспользоваться либо переходником, либо просто заменить этот кабель-восьмерку на какой-то другой. На мой взгляд, проблема небольшая. Сам аэропорт достаточно крупный, но красивый. Корпус из белого глянцевого пластика и верхний торец матовый, включая черный логотип. Внизу противоскользящее покрытие и решетки вентиляции. Внутри корпуса вообще прячется вентилятор, который отвечает за его охлаждение. Спереди едва заметный индикатор состояния роутера. У него есть всего несколько режимов работы. Если горит зеленый огонек, все отлично. Если мигает оранжевый, у AirPort есть какие-то уведомления для вас. Все разъемы на задней панели. В самом низу вход блока питания. Над ним гигабитный порт WAN. Следом идет порт USB 2.0 и 3 гигабитных порта LAN для внутренней сети. Разъемы размещены удобно. Видны кабели за роутером точно не будут. И все проводные порты, конечно, имеют встроенный индикатор подключения. Это удобно. В правом нижнем углу находится скрытая кнопочка, которая позволяет сбросить все настройки вашего роутера до заводских. Внутри у него 6 антенн. По 3 на каждый диапазон. 2,4 и 5 гигагерц. В принципе, ничего необычного. Единственное, что здесь все-таки очень мощная система внутренних антенн. Поэтому он продавался как самый дорогой в линейке роутеров от Apple. И, в принципе, он свою задачу выполняет. Я его подключил и там, где у меня сигнал роутера не добивал, теперь с этим проблем никаких нет. А почему? Потому что есть технология адаптивного формирования луча. Что это такое? Он отслеживает, где в моем доме находятся гаджеты Apple, подключенные к нему. И в их сторону он усиливает луч. Настройка. Это одна из ключевых особенностей Airport Extreme. Я согласен, никто не будет выбирать роутер просто по настройке. Но не могу пройти мимо этого, потому что гаджет Apple-овский и внедрен в экосистему абсолютно. Утилита по его настройке встроена во все айфоны, айпады и маки. Все, что тебе нужно, это просто зайти в настройки Wi-Fi и настроить этот роутер. Если у тебя аппарат на Windows, то ты также можешь его настроить. Для этого всего лишь нужно скачать утилиту AirPort. Ссылочку я оставлю в описании. Ну а мы с тобой сейчас насладимся установкой с помощью айфона. Итак, я подключил интернет-кабель и на роутере замигал оранжевый индикатор. Теперь надо зайти в настройки Wi-Fi на любом гаджете от Apple. Чуть-чуть подожди и под сетями появится вот такая строчка AirPort. Достаточно на нее нажать и начнется настройка. В первом окне создаем имя для нашей новой Wi-Fi сети и создаем для нее пароль. Кстати, тут есть лайфхак. Я уверен, роутер у тебя до этого уже был, поэтому, чтобы не подключать все гаджеты к нему повторно, просто назови сеть точно так же, как она раньше называлась, и задай ей точно такой же пароль, как был раньше. Теперь на следующем экране нужно ввести данные от твоего провайдера. Можно отказаться от передачи информации Apple и все, настройка закончена. Для управления твоим роутером можно использовать утилиту AirPort. Ее можно скачать из App Store. В ней ты увидишь статус интернет, соединения и можешь перейти к настройкам роутера, если, конечно, тебе это нужно. По сути, интернет уже работает. Подробнее стоит остановиться на его системе адаптивного формирования луча. Грубо говоря, если объяснять прямо на пальцах. Если у тебя есть роутер, у которого есть внешние антенны, обычно, я думаю, ты будешь направлять их в ту сторону, в которой находится у тебя большее количество гаджетов. Ну, обычно все так делают. Так вот, конечно, это работает немножечко не так, но все-таки. Он направляет эти антенны автоматически, в зависимости от того, где находятся твои гаджеты. То есть, разместил его в середине квартиры, и он будет усиливать сигнал именно в ту сторону, где находится их большее. У меня так получается, что он находится в самом углу квартиры. Тут у меня вот находится кабинет. Но все остальные гаджеты находятся только в одной стороне. По сути, все остальные стороны особо не задействованы. Так вот, в них сигнал будет послабее, но он там и не нужен. А в той стороне, где он мне нужен, он, собственно, будет усилен. Это действительно очень удобно. Стоит сделать маленькую ремарочку. Заключается она в том, что сегодня система адаптивного формирования луча есть у разных топовых аппаратов. Например, в аппаратах от Asus. Но они тоже кусаются по цене. И тут надо очень сравнивать. И не факт, что в дешевом аппарате с функцией системы адаптивного формирования луча она действительно будет. Все-таки, давайте так, за эти годы в мире роутеров особенно ничего не изменилось. То, что он действительно здоровый, это говорит о том, что у него действительно внутри большие антенны, которые отлично справляются со своей задачей. Поэтому главная его фишка, это, конечно, давать эпловским гаджетам как можно больше качественного стабильного сигнала. Да, я понимаю, что это роутер 2018 года. И я действительно считаю его актуальным сегодня в 2022 году. Но смотри, у меня достаточно плохой провайвер. Суперовских скоростей у меня нет. Я думаю, так у большинства живущих на территории России. Но у меня был простой роутер Xiaomi за 4000 и у меня к нему было всего две претензии. Во-первых, он не во всех частях квартиры отлично ловил. В некоторых частях квартиры просто интернет пропадал. Я хотел это исправить. Плюс его настройка. Любая его перезагрузка или его какие-то сброс настроек, обновление прошивки, это геморрой. Потому что он был на китайском языке. Этим роутером я исправил эти две проблемы. Теперь у меня везде отличный интернет. Отличная скорость, насколько это доступно, опять же, у моего провайдера. И в то же время он очень прост по настройке. Что мне безумно прям нравится. Потому что я за минуту его настроил и все, я пошел заниматься своими делами. Поэтому я абсолютно доволен. Мне не жалко потраченных денег абсолютно. На мой взгляд, я без проблем решил свою задачу. Взял себе надежный гаджет, который точно не перезагружается постоянно. Который не перегревается. И я это не просто говорю, потому что типа это Apple. Нет, почитайте комментарии. За годы, что он существует, их просто масса. А чего тебе еще нужно от твоего роутера? Собственно, напиши в комментариях. Я надеюсь, я тебе все рассказал. И если остались еще какие-то вопросы, Обязательно заходи в комментарии, их задавай. Заходи ко мне в инстаграм, пиши в директ. Еще у меня есть телеграм-чат и там есть саппорт. Там я всегда отвечаю на все комментарии. Поэтому залетай. Если будут вопросы, обязательно спрашивай. Поэтому вот тебе роутер, который по сути, на мой взгляд, является айфоном среди роутеров. И я не удивлюсь, если в ближайшие полгода-год Apple реально возьмет и его обновит. Но если прям что-то глобальное в мире роутеров, все-таки на их взгляд как-то изменится. А мои задачи он выполняет. Если ты задумаешься и захочешь себе такой же, пожалуйста, залетай. Ссылочку на магазин я оставлю в описании к этому ролику. Всем спасибо за просмотр видео. Спасибо, что подписываетесь на канал, смотрите мой TikTok. Всем спасибо и всем пока.